Подлость в уплату Привет, народ! Соня на связи! Сегодня я выбирала подарок другу И это было то еще испытание Не то... Не то... Не уверена, что он такое любит И вообще, день рождения мафии особенный день И подарок тут нужен особенный Соне надо в Тоствель Я отправилась в торговый квартал Тоствеля! Место, где можно найти почти все Привет, ребята! Ищите подарок для мафии? Привет! Привет, Соня! Привет! А я уже нашла Самый крутой подарок! Та-дам! Ловите скорее! Держи! Ты ж себе такие хотела, чтобы снимать блоги с высоты птичьего полета Ну, да! Надеюсь, мафия будет мне их давать А мы ничего не выбрали Вообще нет идей Значит, будем вместе выбирать Только бы мафия нас не увидел О! За это не волнуйся! Его Ник отвлекает! К просмотру самых крутых трюков Бананабордишнов готовы! Запрыгивай, мафии! Уже час ищем! И нет ничего, что понравилось бы мафии О! Может эту шляпу? Мафия не носит шляп! Эй! А ну-ка немедленно положите меня на место! Я не продаюсь! Я продаю! Ой! Простите! Возмутительно! Каждый норовит тебя напялить! О! 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 Где же нам найти подарок? Э-эй! Самые лучшие самые незабываемые подарки в тос-биле только у меня Ну-ка, ну-ка, а что в коробках? Это коробки с чудесами В каждой скрывается самый потрясающий, удивительный, невероятный сюрприз Супер! А есть камень, который превращается в цветок В цветок, в цветочный горшок или даже в ночной горшок О, а есть бесконечное мороженое со сливочной помадкой Да, да Со сливочной помадкой, с губной помадкой и даже с губной гармошкой Все что угодно, и никогда не знаешь, что окажется в коробке Ну не знаю, как-то это подозрительно, а я беру Оплата вперед Хорошо, сколько? У-у-у, совсем немного, сущий пустяк Одна маленькая подлость Подлость? Ну да, малюсенькая такая, можно сказать, шутка И коробка твоя Ну, если шутка, мне это не нравится Конечно, ты ведь подарок уже выбрала Ну и жара сегодня Ага Вот, освежитесь О, спасибо Подлость исполняется, счет пополняется Ага, вот видишь, совсем не сложно Ну-ка, что там? Бейсболка Хэппи Стоунс Давно такую хотела Вот, и всего-то одна маленькая подлость О? Э, отдайте шампунь Пожалуйста Кхе-кхе Ак-кхе Ак-ккхе Подлость срабатывает Дядя зарабатывает Хе-хе Вот, подлецы О, то есть, молодцы Держите О, это же Криши-Криши Видеоигра, о которой мы мечтали Да, подлость совсем маленькая, а радость огромная Ну, от радости мир станет только лучше Конечно, давай Ой, я нечаянно, простите Подлая детка, плюс одна монетка Подлость с улыбкой на устах заслуживает особенного вознаграждения Это же новенький тост-фон Его еще даже не выпустили в продажу Ой, ребята, но мы же подарок для мафи так и не выбрали А как насчет этого? Не-не-не-не-не, такая чудесная коробка требует особой подлости А-а-а-а! а не хотите коробку побольше но и подлость нужна помощнее погодите у нас же есть специалист по розыгрышам а потом я делаю вот так зацени ник не отвечает если ник не подходит к телефону мы сами пойдем к нику мафии я скоро вернусь привет соня ну что нашли подарок нашли самый лучший но чтобы его получить нужно устроить грандиозную подлость очень обидный розыгрыш идет вы обратились по адресу мафии мне надо ненадолго в парк давай последний день за работой готова я этот розыгрыш давно придумал берет для особого случая стоит кому-то сесть на скамейку ник ник ты где кажется он что-то говорил про парк стоит кому-то ну отлично отлично когда подлость сработает сразу получите коробку ребята всех угощаю газировкой блеск-плеск в честь отличной подлости в смысле в честь розыгрыша спасибо обожаю блеск-плеск класс подлый подход мне доход прекрасно не нового но все еще прекрасно эй мы так не договаривались с вами нет зато с ними да ничего личного просто подлость мой бизнес держите полотенце спасибо здорово получите когда с тобой так поступают это вообще не круто ага больше никаких подлостей да ребята вообще-то один подлый розыгрыш остался в парке ой и где этот мир мафии садись на скамейке водки слезай ом аааа ааа ааа ааа... ловить его не достать он улетает аааа ребята снимите меня ага нельзя было таким образом выбирать подарок подарок точно моя давай сюда свой подарок зачем мой подарок оттуда ааааа ааааа аааа осторожно, Соня! мафия, хватайся! держу! держу! ай, меня уносит! ну вот, единственный подарок для мафии улетел говорят, лучший подарок это впечатление а этого впечатления мне хватит на всю жизнь спасибо, что спасли, Энник спасибо, что сегодня ни разу меня не разыграл конечно, а как насчет вечеринки? какая удачная сделка какая нежданная подлость мафия, отличная вечеринка ну все, ребята, пока пока Соня, пора домой нельзя сделать кого-то счастливым ценой несчастья другого вот так закончился этот день да, Юрий из Торонто кепка Хэппи Стоунс по-прежнему со мной ну, продавать я ее не собираюсь извини пока, рука заповедник заповедник привет, народ с вами Соня я в тот день спорила со своим другом Максом кто опаснее акулы или медведи конечно, медведи ах, хватит ну и для снятия стресса я решила немедленно отправиться в тоствель к Майе она со мной всегда соглашается Соне надо в тоствель в тоствель Дипа werd ст разрешен Моя назвала кольку Elly и Ника дома нет в кури Towrod completed вере Важный вопрос какое животное самое что случилось Jacquem Ник он такой такой Маффи и Ник здорово поспорили. Поспорили? О чём? Не о медведях ли случайно? Кажется, о розыгрыше. И убегая, Ник кричал. Я тоже могу быть серьёзным и докажу это. Поеду работать в заповедник. Это для тебя достаточно серьёзно. Заповедник? Интересненько. Ага, это очень крутое место. Он находится в лесах теней. Там постоянно появляются новые виды растений и животных. У них там даже есть главный зоолог, который составляет их каталог и всё такое. Там должно быть полно опасных животных. Маффи, если мы отправимся в заповедник вместе, вы с Ником наверняка помиритесь и снова будете дружить. Ни за что. Да брось, Маффи. Если согласишься, я поделюсь с тобой конфетами. Ладно, тогда мы поедем с моей. Маффи, это Ник. Я нашёл нечто невероятное. Ты должен это увидеть. Ага, конечно. Наверняка очередной розыгрыш. На этот раз никаких розыгрышей. Это потрясающе. Ой, стойте. Что это? Это он серьёзно или шутит? Я серьёзно. Очень серьёзно. Ого, кажется, Нику нужна помощь. Да, отправляемся в заповедник. Ох, как тут здорово. Как по-вашему, тут водятся опасные звери? Ну, более опасные, чем медведи. Медведи? А это что? Ребята, вообще-то мы Ника пришли спасать. А, точно. С чего начать? С главного зоолога. Вон его офис. Стойте. Ник наверняка установил там кучу ловушек, чтобы посмеяться над нами. Брось, мафия. Он не стал бы устраивать розыгрыши здесь. Чем могу помочь, ребятки? Ну, мафий, что я говорила? Никаких розыгрышей Ника тут нет. Розыгрышей? Ника? О, боже, конечно, нет. Наоборот, мы его выбрали сотрудником месяца прямо в первый день работы. Ника? Нашего Ника? Что-то тут не так. Говорю вам, он даже нашел в лесу очень рядкое и неуловимое животное. Цветастую Чибару. Ник как раз отправился снимать ее на видео. Все ясно. Это Чибара его и схватила. А, я должна ее увидеть. Скажите, а она опаснее, чем медведь? А что такое медведь? Чибара и правда очень опасна. Кому скинуть фотку? Можно мне? Вот. Это единственная фотография. Когда Чибара пугается, она выпускает струю странного зеленого вещества. А, что-то вроде наших скунзов. Ну, Ник, наверное, какое-то время будет вонять, но это не страшно. О, все гораздо хуже. Попавший под струю превращается в растение. Да вы что? Надо спасти Ника, пока он не превратился в какой-нибудь кабачок. Постойте, это еще не все. Ник, 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 где ты? Пастилен лайков обеспечен. Ой, а это не кепка Ника. Ой, прошу прощения. А вот это точно кепка Ника. О, нет, струя Чибары превратила его в фикус. Ник, ты меня слышишь? Матфи, не ори. Ты напугаешь цветастую Чибару, и она превратит нас в растение. Вот, Ника она уже превратила. Это? Ну да, похож. Ник, алло. Нельзя оставлять Ника здесь. Прости, друг, дурацкий был спор. И, кстати, некоторые из твоих розыгрышей мне даже нравились. Серьезно? Ну да. Ледненький. Да ладно, все будет хорошо. Мы выясним, как превратить Ника обратно. Ой, это рычит Чибара. Ребята, замрите. Может, она пройдет мимо. Привет, это главный зоолог. Ник, я не успел вам сообщить. Чтобы вернуть превращенного в растение в прежнее состояние, надо либо снова напугать Чибару и использовать ее зеленую струю повторно, или... Снова напугать. Цветастая Чибара! Сейчас же преврати Ника обратно! Иначе... Всем привет! Ник! Ты живой? Что-то я не поняла. А как же этот фикус? Да это был розыгрыш! Видели бы вы свои лица! Да ты издеваешься! Ник! Я так и знал, что все это подстроено. Что? Да вы бы никогда не узнали, как серьезно я отношусь к работе в заповеднике, если бы я вас не выманил сюда! Я правда нашел Чибару! Можете спросить главного зоолога! Ну, допустим. Но ты все равно должен попросить у меня прощения. Ха! Ни за что! Ты сам сказал, что тебе нравятся мои розыгрыши! Я же слышал! Только потому, что я расстроился. Реши, что ты стал фикусом! И для справки, лучше бы ты им действительно стал! Ребята! Может, пойдем, пока не появилась настоящая Чибара и не превратила нас всех в петрушку? Ой! А это что? Какая хорошенькая свинярушка! Хочешь калетку? Какая приличная жизнь! Девочки, осторожно! Это и есть... Это цветастая Чибара! И вы ее напугали! Мафи! А-а-а-а! Мафи! Нет! Ребят! Ребят! Кажется, я придумала, как ее успокоить! Лишь бы она не брызнула! Э-э-эй! Хочешь еще вкусняшку? Ну, как нам превратить мафию обратно? Как и говорил главный зоолог, надо, чтобы кактус опрыскали зеленой пакостью, и он станет прежним мафией! То есть, надо ее снова напугать? Ага! Ой, как не хочется! Э-эй! Она нас больше не боится! Видимо, она к нам привыкла! Ну, давай, малыш! Ну, выпусти струйку! Я отдам тебе последнюю конфету! Ну вот! Ни Чибары, ни конфет! Ну, зачем я устроил новый розыгрыш? Вечная мера, не знаю! А вдруг мафия теперь навсегда останется кактусом? Или вообще завянет? Кто там? О! Главный по животным! А вы знаете, что ваш способ не работает? И второй раз Чибару не напугать! Вижу, вы не дослушали мое сообщение! Или можно несколько дней позаботиться об этом растении, как о самом близком друге! И тогда оно снова станет тостлем! Хорошо выглядишь, мафия! О, уже и цветочек появился! Поправляйся, мафия! Ой! Прости меня, мафия! Я был неправ! Обещаю, когда ты снова станешь прежним, я перестану тебя доставать своими розыгрышами и шуточками! Я сделала все, что могла! Пока, тостли! Пока, Соня! Соня, пора домой! Даже если твой друг колется, как кактус, дай ему побольше тепла! А? Вот такая история! Поэтому я написала своему другу Максу и попросила прощения, что спорила с ним! А вот что я отвечу на вопрос Суниты из Мумбаи! Больше всего на свете меня радует, когда Хэппи Стоунс выпускает новую песню! Вот так! Пока, рука! Отлично выглядишь! Всем привет! Вчера мы должны были фотографироваться для школьного альбома, и мне хотелось выглядеть идеально! Но тут... А! Это что? Прыщик! О, нет! Я не могу фотографироваться с этим огромадным прыщом на лице! Ха-ха! Соня, прыщи бывают у всех! И друзьям не важно, как ты выглядишь! Они любят тебя такой, какая ты есть! Э-э-э... Ну почему эти противные прыщи появляются у хороших людей? А! Я знаю, кто мне поможет! Сони надо в тостве! О, привет, Майя! Можешь мне помочь? О, привет, Соня! Я пытаюсь сделать так, чтобы Ник обратил на меня внимание! Эй, Ник! Привет! А, привет! Ха-ха! Но он меня не замечает! Готова поспорить, что новая косметика поможет тебе завоевать Ника, а мне замаскировать этот прыщ! Идём! И мы вам тоже поможем! Хе-хе-хе! Так, ты специалист! Давай ещё средства, которые помогают скрывать прыщики! У тебя прыщик? Вот! Да его ж почти не видно! Шутишь? Он огромадный! Нужно хорошее средство для макияжа! Ну, хорошо, давай поищем! Эй! Новая крутая пудра! Всё безобразное! Моментально станет прекрасным! Гарантируем! То, что нужно! Теперь осталось нажать на кнопку «Купить» «Купить»? Хе-хе-хе-хе! О-о-о! Ах! Хе-хе-хе-хе! Ха-хе-хе-хе-хе! Ха-хе-хе! Ах-хе-хе! Ха-хе-хе-хе! Да! Крутая пудра поможет избавиться от этого жуткого прыща! Ха-хе-хе! Крутая пудра и правда работает! Я не понимаю, в тебе ничего не изменилось? Зато ты выглядишь как кинозвезда! Я? Дай-ка сюда! Может, надо сильнее припудриться, чтобы самой выглядеть хорошо? Поп-корн! Ты такой красивый! Соня! Майя! Выглядишь потрясающе! Нет, это ты выглядишь потрясающе! А мой прыщ... Он исчез! Давай опробуем на Нике! Глупые тосты помогут осуществить наш грязный план! Фу! Ну и вонь! А вот и он! Вау! Какой красивый! И пахнет так классно! Красавчик! Эй, девчонки, вы чего такие странные? Фу! Ник, ты весь грязный и вонючий! Ха! Знаю! Круто, правда? Ну ведь он только что казался нам таким прекрасным! Пока пудра не смылась! То есть, если попудрить Ника, я стану для него крутой и красивой! То, что нужно! Ух ты! Эй, Ник! Смотри сюда! Так, Ник, что ты видишь? Майя-то такая крутая! Эта крутая пудра и правда работает! О! А она еще круче! Эй, погодите! Как вас зовут? Ник, ты должен смотреть на меня! Подождите! Привет! Ты негодяй! А ты подлец! Вы умница! А вы милашка! Эй, Ник! Иди-ка сюда! О! А вы играете в группе, да? Вы смотритесь лучше самих Хэппи Стоун! Ну еще бы! Наша крутая пудра работает даже лучше, чем мы надеялись! Он думает, что мы поп-звезды! Ой, а можно ваш автограф? Эй, я буду предложить тебе кое-что получше! Хочешь помогать нам на концертах? О! Еще бы! Что нужно делать? Просто помоги нам устроить концерт! А это наш большой спецэффект! Вау! Если хорошо справишься, мы тебя даже в группу возьмем! Просто раскрути, вот это над всеми! Здорово! Есть тоствель, будет без ума от вашего шоу! Хе-хе-хе-хе! В точку попал! О! Полиция! Ты что задумал? А ну вылезай! Не трогай там ничего! Концерт! Концерт! Эти концерт! Если хорошенько запудрить тоствель, то увидев нашу команду разрушителей, они решат, что это пришли художники, чтобы украсть город. О, здравствуйте Эй, кто с мельчинь готовы повеселиться? Куда поделался Ник? Он точно поехал в эту сторону Розовое, желтое, голубое Сделай все радужным, мы с тобою Зерые и черные, грязные, как темные Бегу же ломай, зажигай! Ник, вон там, на кране! Розовое, желтое, голубое Сделай все радужным, мы с тобою Какой ужас, Соня! Что делать? Привет, Соня! Пора освежиться От пудры умы Соня, что случилось? Майя запудрила тебя крутой пудрой А от нее все уродливое кажется красивым Даже некрасивые поступки И правда А я запудрил всех тостлей И что теперь делать? О, водонапорная башня! А-у-одонапорная башня Григорина О, водонапорная башня О, водонапорная башня Ура! Получилось! Мы всё отмыли! Вон та девчонка нам всё испортила Ничего, мы ещё с ней поквитаемся Стоять! Убирайтесь! Девчонки, простите меня Всё вокруг казалось мне таким крутым Что я не мог остановиться Ничего страшного, Ник Это мы виноваты Ведь это мы тебя запудрили Да Понимаешь, мне просто хотелось Отлично выглядеть в твоих глазах Так ты всегда отлично выглядишь, Майя Правда? Да, но... Наверное, мы должны привести тот фильм в порядок Ты слышала? Ник сказал, что я всегда отлично выгляжу Ну, кстати, поверь мне, подруга Ник прав Ой Ну, а с уборкой вы, надеюсь, и без меня справитесь Соня, пора домой Лучше видеть то, что есть Чем то, что только кажется И после всех этих ужасных событий Прыщик показался мне просто микроскопической ерундой А через день вообще пропал И отвечаю Ольге из Осло Поют крамблы так, будто цветастая чабаря Прищемила хвост в блендере Ну, пока, рука! Чёрный джем Привет, народ! С вами Соня Иногда я помогаю папе в кафе Наверное, мне надо было внимательнее слушать папу Но в тот день я торопилась в тоствель А учёт продуктов – это такая скукота! Восемь, а не десять Надо точно подсчитывать, сколько и чего у нас осталось На нашей улице полно магазинов Если что-то закончится, можно просто пойти и купить ещё А-а-а, как говорила твоя бабушка Жизнь – штука непредсказуемая И лучше быть готовым ко всему Семь Ладно, мы почти закончили Можешь идти играть Ура! Майи, нужна была моя помощь Со съёмкой нового видео на миллион просмотров О, нет! Осталась последняя ложка Надо раздобыть ещё, пока буду там Соне надо в тоствель! Эй, Майя, что за переполох из-за нового видео? Привет, Соня Мне наскучили эти банальные блогерские штуки Фотки еды, уроки макияжа Я хочу попробовать что-то новое Круто! И что ты задумала? Приключения! Я тут узнала, что в радужных землях встречается радуга-предсказательница Хочу быть первой из тоствлей, кто заснимет её предсказание Шикарная идея! Но сначала Мне нужно в кондитерскую господина Литур За розовым джемом Если я не раздобуду ещё банку, я больше не смогу сюда вернуться Серьёзно? Окей! Но нам нужно скорее найти радугу-предсказательницу Если я не сниму её на видео первой, то сли вообще перестанут смотреть мой канал Я понимаю, мы мигом! Здравствуйте, господин Литур Это Соня Ой! Кондитерскую что, ограбили? О нет! Ботина господина Литур! Неужели его похитили? Может, у господина Литур закончились средства для уборки, и он пошёл купить ещё? Слушай, нам правда пора Иначе мы опоздаем на последний автобус в радужные земли Подожди, я наскребу немного джема О! Фу! Судя по запаху, он испортился Ну, пока придётся обойтись этим Соня, автобус! Я так и знала, что мы опоздаем Теперь нам ни за что не успеть Майя, обещаю, мы первыми отыщем радугу Дай-ка подумать О! Хлебница и магниты, прямо как у меня Каждый магнит обозначает какое-то место в Тостленде А вот этот похож на радужные земли Нужен только джем Соня, он почернел Это не к добру Твоя подруга права Чёрный джем непредсказуем Спасибо, конечно, но вы вообще кто? Я друг С испорченным джемом навигационные магниты будут работать совсем не так, как нужно Знаете, мои родители запрещают разговаривать с незнакомыми Так что, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Это не такое приключение, я задумывала. Ужно! Не кусайся! Соня, держу! Держу, держу! Этот джем непредсказуем. Походи-ка, смотри, господин Литу, это же он? Пошевеливайся, Литу, нам нужен джем. Наш отряд пристрашных почкунов готов пробраться в тоствель и залепать там все вдоль и поперек. Но, понимаете, мне как-то непривычно готовить на чужой кухне. Просто свари джем и быстро! Или спущу тебя в ходячий унитаз. Ой, нет, только не это. Мы должны это остановить, нужен план. А вот тут могут пригодиться непредсказуемые свойства испорченного джема. Знаете что? Я бы, может, и поверила вам, если бы знала, кто вы такая и почему нас преследуете. Ха? Позже объясню. А сейчас, Соня, только вы двое можете предотвратить беду. О, а разве мы знакомы? Это как-то неожиданно. Жизнь – штука непредсказуемая, и лучше быть готовым ко всему. Где-то я это уже слышала. Добавь черного джема в кастрюлю крамблов, и ты сорвешь их планы. О, окей, я попробую. Майя, отвлеки крамблов. Как? Если они меня увидят, то сразу арестуют за то, что я тосты. А ты, побудь, немножко крамблам. А откуда вы знаете, как меня зовут? Эй, куда вы подевались? Привет! Можно я сделаю фото с такими важными крамблами? Чё? А? Это зачем? Ты что, типа крамбл-репортер? Эээ, да. Я, это он, репортер из журнала новинки Крамбл Кухни. Мне непременно надо сделать фото с вами и вашим изумительным новым блюдом. Улыбочка. Улыбочка. Господин Лиду, это я, Соня. Я пришла вас спасти. Соня, спасибо. Но я не могу уйти, оставив тут розовый джем. Ведь тогда крамблы телепортируются на светлую сторону. О, этот джем испорченный. Вот именно. И он испортит им все планы. Ты не из новинок, Крамбл Кухни. Ты коварный тостер-лазучек. А ты что тут делаешь? Взять их! Какого черта вы сюда приперлись? Скажите им, что джем готов. Девочки просто помогали мне на кухне. И вот, джем готов. Пахнет как-то странно. Не вы думаете, нормально пахнет? Вам надо высморкаться. Давай. Крамблам надо в доствель. Пахнет! 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 О-о-о, мы technologies. Никто не нажал на смыв. Ну и гадость этот джем. Как мы теперь попадем домой? А, я всегда ношу с собой небольшой запас розового джема. На всякий случай. Господину Литу и его друзьям надо в кондитерскую. Да, не слабая предстоит уборка. Майя, я чуть не забыла про Радугу-предсказательницу. Но нам к ней уже никак не попасть. Не-не-не, к счастью, Крамблы не нашли мой секретный неприкосновенный запас. Спасибо! Можно? Предсказываю, Майя, тебя и твою лучшую подругу ждет множество невероятных приключений. О, гениальное предсказание. И кто бы мог подумать? И снято! Мы первыми сняли на видео Радугу-предсказательницу. Спасибо, Соня! Я знала, что на тебя можно положиться. О, а вот и мой автобус домой. Пока! Пока, Майя! Соня, пора домой. Как говорила моя бабушка, жизнь штука непредсказуемая, и лучше быть готовым ко всему. Так что теперь я всегда проверяю запас джема, чтобы не влипнуть. Но все-таки странно, откуда эта таинственная незнакомка знала любимую поговорку моей бабушки? А, Фути из Габароны спрашивает, каков черный джем на вкус. Поверь, Фути, лучше тебе не знать. Ну, пока, рука! ДОЧКИ МАТЕРИ Привет, это Соня. Я обожаю проводить время в тостреле. Соня, надо в тостреле. Соня, скорее. Через 15 минут у тебя занятие по верховой езде. Соня, собирайся. У тебя кружок программирования. Спортивная рыбалка. Вязание. Нет, я люблю все эти занятия, но я бы хотела больше времени проводить с друзьями. Соня, а ты где? Соня, надо в тостреле. Соня! Скорей, скорей, скорей! Ха-ха-ха! Тострель, это всегда так круто! Пока, Шарфик! Конечно, я рассказала друзьям о своей проблеме. У меня бы давно голова лопнула от этих кружков и занятий. Ага, у моих детей будет полно свободного времени. Только отдых и никаких кружков. Кстати, а где ваши родители? Откуда берутся тосты? Ну, по-разному берутся. Ник, например, упал с дерева. А мафии спекли в печке. Ой, попа горит. Даже чуток передержали. Но чаще тосты производит бата. Большинство тостли появляется из нее. Да уж. Вот это красавчик! Вылиртый мой папа! Ой, нет, скорее твоя мама. О, ну как так? Только родился уже Брамхит. Ого, у вас рождаются старыми? Конечно. А у вас разве не так? Ты что? У нас стареет постепенно. А что, каждый может заказать ребенка у баты? Да. Но лучше сначала пройти что-то вроде теста. Да, бата сделает цифровую копию тебя. Она не настоящая, но выглядит как настоящая. Хочу! Хочу тоже! Хочу себе маленькую Соню, чтобы сделать ее счастливой. Если ты согласна взять у баты копию, лизни палец и приложись здесь. А, ясно. Это чтобы получить образец моего ДНК? ДН чего? Тосли всегда слюнявят что-нибудь, когда хотят заключить договор. А, это вместо подписи. Да. Ой, круто! Красотуля! Она будет активирована ровно три часа. Моя маленькая! Я тебя назову Моней! Соня! Моня! Соня! Моня! Сначала все шло здорово. Соня, крыжить! Соня, летать! Соня, скопать! Соня, копать! Летать! Стопать! Строжить! Но потом я немного запарилась. Соня, нужен отдых. Соня, у нас супер-турбо-новость. Через час на городской площади выступают... Хэппи-стоп! Моя любимая группа! Соня, копать! Простите, ребята, не могу пойти. У Монни столько энергии. Надо ее развлекать. Копать, копать, копать! Запиши ее в кружок тостлей землекопов. Они постоянно копают. Это кто? Твоя сестра? У меня тест-драйв материнства. И это пробник моей дочери. Вот круто! Мы за ней присмотрим. Отлично! Тебе здесь понравится. А после концерта я тебя заберу. Пока. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Здравствуйте, господин кто-нибудь. Вы не видели тут такую, эммм, маленькую меня? И с ней двух близнецов. Не видел я никого, но... Сожри меня, черная дыра. Кто-то продырявил сырную мембрану. О, понятно. А вот это ты напрасно. Там вареньем не накормят. Тогда я уже знала, что сырная мембрана разделяет Тостленд на две части. На одной стороне расположен Тостиль, где живут Тостли, а на другой – темные земли. Там живут жуткие и коварные крамблы. А! Ох, так вот она какая, темная сторона. Интересно, а как выглядят крамблы? Те трое молчат, но дырка, из которой они появились, должна быть где-то здесь. Ох, ничего. Крюк заставит их говорить. О, жуткие, в самом деле. А там, наверное, они держат пленников. У меня они быстро заговорят. Клянусь горелой коркой. Но сперва чашечку ароматной жижи. Я бы могла сказать, что всё шло по плану. Вот только никакого плана у меня не было. Соня! Копать! Копать потом, сейчас спасать! Бесполезно! Оно запрограммировано, чтобы открыть могли только крамблы. Запрограммировано? Я хожу на программирование уже два года. Сейчас перепрограммирую. Ага. Ага. И вот так. Ой, не то. Сделаем так. Снова не вышло. Ага. Вот, вот, и так. Бежим! Эй, стоять! Сюда! Вот так. Спортивная рыбалка! Отличная наживка! Бежим! Беглицы! Верховая езда! Моня, скакать! Скатить! Вперед! Легко дня! А вот так! Не напугал! А-а-а! Хороший конь! Вот бы показать тебя моему тренеру по верховой езде! Не смеши мои подковы! О! Говорящий конь! Суня, скорее! А-а-а! Застряли! Вот как тут может помочь кружок вязания? О, шарфик! Тостель, я обожаю тебя! Супер, ребята! Кажется, я буду скучать! Я же говорил, как настоящая! Ну что, хочешь заказать у Баты настоящего ребенка тост, ля? Ну, может, в следующий раз! Соня, пора домой! Быть матерью – это вам не в куклы играть! Ах! Соня, где же ты? Иду, пап! Вот так я впервые увидела Крамблов – жуткие создания! И специально для Тима из Нью-Йорка! На концерт «Хэппи Стоунс» я успела! И это было классно! Пока, рука! Субтитры создавал DimaTorzok